Красная ленточка перерезана, а значит соревнованиям по случаю открытия новой воркаут-площадки быть. 30 участников и каждый нацелен серьезно. Мастерство воркаутеров завораживает, но для самих ребят все эти упражнения привычное дело. Я думаю, это будет стимул и молодежи участвовать, и люди воркауты, заниматься воркауты. И даже если один старец здесь стоит, я думаю, это уже нормально, чтобы люди, чтобы именно молодежь участвовать. Поэтому еще раз спасибо. А молодежи, которые будут участвовать, я хотел бы пожелать чистой и достойной победы. Каждый из них уже по нескольку лет оттачивает свое мастерство на турнике и брусьях. Чтобы оторваться от предыдущего рекордного результата этому спортсмену, нужно подтянуться еще 20 раз. Это не проблема, желание есть и цель тоже. Пошел, пошел, раз, выпрямь руки, не торопитесь, спокойно, чисто старайтесь делать. Тяни, тяни вторую руку, тяни. Первое задание – подтягивание. Несмотря на свой возраст, маленький Магомед Плиев не намерен сдаваться. Сейчас среди сверстников он лидирует по количеству собранных баллов. Вот уже несколько лет мальчик занимается дзюдо, поэтому к таким испытаниям готов. Площадка хорошая, все нравится, все есть. Раньше такого не было. А какие тренажеры тебе больше всего понравились? Мне понравились вот эти тренажеры. Тут есть брусья, подтягивание и пресс. Какое место сегодня хочешь получить? Первое. Подтягивание, отжимание, планка и многое другое. Чтобы победить в сегодняшних соревнованиях, необходимо набрать максимальное количество баллов. 30 участников разных возрастов борются за право лучшего воркаутера города. Всего в регионе откроют 5 площадок. Данная площадка средняя по размеру. Через неделю будет открытие большой площадки. Обе площадки были выделены для города Карбулак. То есть в данном случае партнером выступает и спортмастер, который бесплатно выделил самим спортивный инвентарь и снаряды. А также партнером выступает город Карбулак, которому хотел поблагодарить за то, что они так замечательно установили сами площадки. Это тоже такой большой вклад установить, сделать твердое покрытие, потом мягкое резиновое покрытие, ограждение тоже требует расходов. И Карбулак выделил бюджет и средства для установки этих двух площадок. Здесь каждый выполняет нормы ГТО с легкостью. Воркаутеры или, как по-другому их называют, уличные спортсмены этой площадки рады. Все необходимое здесь есть. Теперь спортом можно заниматься часами напролет и не тратиться на абонемент в спортзал. Локацию новой воркаут-площадки определили с учетом старой. Настоящий спорткомплекс под открытым небом. Уличный спорт мне очень нравится. Каждый день я ухожу из дома, занимаюсь подтягиваниями. А сегодняшнее соревнование, как ты себя оцениваешь? Нормально. Я буду заниматься, чтобы быть сильным, здоровым и классным спортсменом. Буду каждый день сюда приезжать и заниматься. Воркаут-площадка уже вторая в городе. Для Карабулака с 50-тысячным населением это настоящий подарок. Всего здесь установлено 48 современных тренажеров. Также на всей территории уложено травмобезопасное покрытие. Современная воркаут-площадка будет доступна в любое время сезона и суток. Самое главное, что она станет отличной альтернативой вредным привычкам. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok